Друзья, всех приветствую! К нам поступил вопрос, он поступил на самом деле редактору портала Экзегет. Я прочитаю прямо с телефона. Здравствуйте! Кстати, телефон не мой. А то подумайте, что батюшки красный телефон. Здравствуйте! У меня вопрос, и прошу и вас совета. Как быть, если священники во время богослужения в алтаре постоянно разговаривают между собой и часто по телефону во время ритургии на всеночной? И сотрудники храма постоянно разговаривают? Бывают разборки во время ритургии. Сотрудники храма постоянно поддерживают разговоры во время ритургии всеночной. И прихожане, видя все это, постоянно разговаривают, не обращая внимания за замечания. Гудеж в воскресный день стоит в храме с 7.30 практически до конца службы. На службе не слышишь хора, а только разговоры, обсуждения. Собственно, вопрос, да, может быть, приход сменить или какой-то другой совет дайте, пожалуйста. Спасибо большое за вопрос. Я сначала прочитаю слова Господа Иисуса Христа, которые касаются духовенства. Я сам священник, они меня тоже, естественно, касаются. Господь говорит в Евангелии Таанна. «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит в другом месте, тот вор и разбойник, а входящий дверью — это пастырь овцам. Ему предверник отворяет, и овцы слушают голос его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса». Вы знаете, чаще всего нам даже сама интуиция, внутренний голос подсказывает. Этот голос родной, мне вот за ним нужно идти или все-таки не нужно идти? Да, мы не ориентируемся всегда только на свой внутренний голос, потому что он может обмануть. Конечно, мы ориентируемся сначала на Священное Писание. Благодаря чтению Священного Писания наш внутренний голос становится верным. Но в вашем вопросе, собственно, уже есть ответ. Вы говорите, может мне храм сменить или что делать? Безусловно, если никаких других способов решить проблемы не будет, конечно, надо ходить в тот храм, где есть благочестие. И ходить в то место, где вас будут постоянно провоцировать на осуждение, где вас будут постоянно в том, что и сами священнослужители отвлекать от молитвы, в этот храм ходить не надо. Но прежде чем уходить, я все-таки думаю, сначала надо попробовать самый естественный и правильный способ. Собственно, как вы на телефон прислали вопрос, вот так же вы телефоном воспользуетесь. Вы снимите на видео, когда стоите в храме, вот все вот это безобразие. Потом приезжайте в местное епархиальное управление и договоритесь на встречу с секретарем епархиального управления и покажите ему это видео. И попросите, чтобы начальство вмешалось и как-то разобралось. Собственно, начальство для этого поставлено, собственно, епископ, это же даже переводится как надзиратель, он призван Богом смотреть за тем, чтобы было благочестие. Очень надеюсь, что местная ваша священническая власть, высшая, епископская, она разберется с этим, и у вас в храме наконец-то наступит благочестие и благочиние. Ну, а уж если, к великому сожалению, ничего не поможет, тогда, конечно, ходите в другой храм, чтобы хотя бы вы свою душу не губили. При этом отдельно замечу, что не осуждайте этих священников. Нечего осуждать тех, чья участь будет ужасна. В свое время свидетель Иоанн Затаус говорил так, что большинство духовенства не спасется. Все-таки со священника особый спрос, особый спрос. Он и правда должен являть пример Христа, в том числе и своим прихожанам. И если он это не являет, а благодать священства имеет, то, как говорил Христос, кому больше дается, тому и больше и спрашивается. Так что, чего осуждать священников, если они находятся в ужасном положении, собственно, на грани вечной гибели? Помолитесь лучше за них, чтобы как-то Господь их вразумил, чтобы они одумались и вели себя правильно. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...